Добрый день! Сегодня мы с вами на православном канале Экзегет. Продолжаем наши беседы, посвященные истории Каина и Авеля, истории первого убийства человека, своего брата, которое совершилось на земле, совершилось в человеческой истории, согласно повествованию библейскому. И вот уже, так сказать, несколько бесед было посвящено разбору одной вот этой четвертой главы книги «Бытия». Ну, поскольку, как мы говорили, такое какое-то вдумчивое отношение к священному писанию позволяет открыть в нем такие достаточно глубокие, ускользающие от поверхностного взгляда и такого поверхностного прочтения смыслы. И так, сегодня мы с вами обратимся к тому, какой именно реализации привело Каина и его потомство вот тот путь, та жизненная установка, которую избрал себе Каин в противоположность своему брату Авелю, и которая состояла в полном подчинении своего духа земным интересам, земному преуспеянию. Мы видим, что вот это первозначально как бы невинное увлечение земледелием и земным преуспеянием приводит человека к оставлению живой связи с Богом, а из-за этого разрушается полностью и вообще вся гармония человеческой жизни, гармония его отношений с себе подобными. Мы видим, как из-за пренебрежения богодати Святого Духа, которую человек получал в своей религиозной, обрядовой жизни, душа Каина наполнилась ненавистью и злобой по отношению к своему брату Авелю. Как эта злоба привела к тому, что Каин утвердился в своем пути, который он избрал, состоящий в том, что земное ставится им выше небесного, и преимущественно ему начинает он служить, а в противоположном подходе начинает видеть угрозу всему благополучию существования и своего, и всего человечества на этой земле, как это приводит человека к злодеянию, как совершившееся злодеяние искажает, изменяет и саму человеческую душу, весь его дух, все его взаимоотношения с землей, с окружающим миром, с миром духовным, и как в результате от истинного благопознания человек обращается к изобретению всевозможных форм языческой религии и к построению общества совершенно на не заповеданных Богом началах, а на тех началах, которые были заложены Каином в основу той цивилизации, которую он в результате создал в лице своих потомков. Итак, мы с вами остановились на том месте в Священном Писании, где говорится о том, что Каин пошел от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эдема. Нет на земле такого места, которое было бы удалено от лица Господня. Когда в Священном Писании говорится о том, что он пошел от лица Господня, то это вот такая вечная, бесконечная попытка человека убежать от бесконечного Бога. Это уже внутреннее духовное состояние, которое, в общем-то, приводит человека в ад еще на земле. Поскольку человек вот это богоборчество делает постоянным содержанием своей жизни. И то, что он поселился в земле Нот на восток от Эдема, это говорит, так сказать, о том, что он избрал себе то место, на котором начинает строить совершенно иную жизнь, не ту, которую проводили его родители, его младший брат, но строит ее на совершенно иных началах. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Ну, на самом деле, здесь совсем не обязательно, что именно такой был порядок событий, как это изложено в Священном Писании. В общем-то, на самом деле, Каин мог жениться и познать свою жену еще раньше, чем то, что произошло, чем совершилось убийство им Авеля. Священное Писание далеко не всегда руководствуется вот этой такой перспективой, да, последовательной в изложении тех или иных событий. Очень часто в Священном Писании события располагаются по значимости, а не по действительно бывшей хронологии. Совершенно очевидно, что женить Бакаяна произошла еще до убийства Авеля. Вряд ли после того, как он совершил это убийство, его родная сестра присоединилась бы к нему, покинула бы родителей и ушла с братоубийцей в какую-то далекую землю. Нет, совершенно очевидно, что женат был Каин еще до того, как замыслил и воплотил в жизнь вот это свое преступное деяние. Совершенно очевидно, что жена его успела проникнуться тем же духом, которым водил свой муж, что они были совершенно единодушны, иначе она бы просто оставила своего мужа и не последовала бы за ним, за убийцей своего брата в какую-то далекую землю, оставив привычную и благодатную жизнь в родном отеческом доме. Очевидно, что жена его водилась теми же честолюбивыми стремлениями, что и ее муж, и тоже стремилась стать прародительницей отдельного особого рода вот этих потомков Каина. Вот такое положение матери, главы женской части, женской половины рода, безусловно, как-то отвечало ее внутренним устремлениям, если ради этого она пренебрегла теми взаимоотношениями со своими прочими родными, которые у нее были до совершившегося убийства. Поэтому совершенно очевидно, что на самом деле вот это познание Каином своей жены произошло еще до того, как он совершил вот это убийство. Ну а рождение Еноха, так сказать, мы не можем судить, где именно оно произошло. Может быть, так сказать, на момент убийства Авеля Каин уже был отцом какого-то такого своего потомства в лице, по крайней мере, первенца Еноха. Может быть, действительно, следуя тому порядку повествования, которого придерживаются священные писания, это и хронологически произошло уже после убийства. И, ну, очень любопытно то, что происходит после этого. Каин, как о нем говорится, построил он город и назвал город по имени сына своего Енох. На самом деле, вот в прошлой беседе мы говорили о том, что Господь дал Каину знамени. Вот одним из этих знамений было, ну, из, по крайней мере, толкования, объяснения этого, было то, что изменился и внешний вид вслед за изменением внутреннего состояния, в котором отныне пребывал Каин. Но, возможно, и несколько другое понимание вот этого знамени, не противоречащее, впрочем, тому, о котором мы сказали. Если мы будем понимать Каина не как отдельного человека, а как это достаточно часто происходит в Священном Писании, как целого рода, родоначальником которого он является, Каина, как совокупность его потомков, то таким знаменем и, конечно, в общем-то, знаменем, не лишенным участия Божия, является рождение Каином потомства. Да, мы с вами говорили в самом начале еще наших бесед о том, что рождение ребенка – это всегда дело, в котором принимают участие и сам Господь, и Бог своей всемогущей силой, благословляя и содействуя тому делу, которое совершают родители, муж и жена, и приводя его к успешному, так сказать, приношению плода. И в этом смысле, конечно, Господь дал Каину знамение, чтобы никто не мог его убить. Это именно его дети, его потомки, которые самим, так сказать, фактом своего появления, они могли помешать тому, чтобы Каин был истреблен с этой земли, чтобы был истреблен его род, чтобы было забыто его имя. Дети явились также тем самым знаменем, которое было дано Каину, в том, что он не совсем окончательно отвержен Богом. Все-таки его жизнь получила в этом мире определенное продолжение, и как потомок Адама, как все-таки представитель первых людей, он получил вот такое вот знамение, вот такое вот развитие своей жизни, то развитие, которое способствовало сохранению его, его имени на этой земле. Вот таким знаменем как раз-таки и стал его первенец Енох, и именно поэтому, возможно, Каин называет в его честь тот город, который он создал, потому что для него это очень значимое событие, для него это продолжение его рода, это знак того, что он утверждает свое пребывание на этой земле, у него есть потомство, у него есть сын, и поэтому он может продолжать вот эти свои такие богоборческие отношения с Богом, с одной стороны, получая от него дары, а с другой стороны, используя их таким образом, чтобы в этом использовании осуществлялась его воля и воля руководящих им демонических сил. В чем, собственно, и вообще состоит на самом деле демоническое, такой образ демонического существования. Демоны они тоже получают дар вот этого существования, дар вот этих каких-то сил, которые им даются, но эти силы, они используют во зло, используют для борьбы с Богом. Подобным же образом проводит свое существование на земле и первенец сатаны Каин. Ну, интересно, что Каин строит город. Почему вот впервые честь городостроительства относится именно к Каину? Вообще, очень любопытно на самом деле при рассмотрении Священного Писания, и очень важно, я бы сказал, попытаться встать именно на позицию слушателей Моисея, посмотреть на это повествование именно их глазами. Почему именно Каина Моисей указывает в качестве такого строителя городов? Ну, дело в том, что вообще вот эта городская жизнь, это нечто, что совершенно противоречит тому образ жизни, которую вел Авель, например, и которую вели те евреи, те, так сказать, 600 тысяч вооруженных мужей и их семей, которых Моисей вывел из Египта. Вот в том странстве, которое они совершали по этой земле и под этим небом, вся их будущность, все их существование, каждую минуту, каждую секунду зависело исключительно только от Бога. Вот не случайно Господь на такой долгий срок помещает выведенный Моисеем Израиль вот в это вот существование, которое мы могли бы назвать таким священным странствием. Вот в этом состоянии священного странствия укрепляются связи между человеком и Богом. человек привыкает во всем и всегда полагаться на помощь Божию. Вся его жизнь полностью в руках Божьих. Что означает строительство города с точки зрения такого человека? Она является чем-то абсолютно противоположным этому состоянию. Город — это то, что дает иллюзию или вот такое как бы состояние защищенности. За городскими стенами человек как бы сам планирует свою жизнь. Он достаточно защищен для того, чтобы начать мыслить совершенно другими категориями. Он не странник в этом мире, который ожидает в любой момент неких неожиданностей и неких бедствий, которые на него могут обрушиться и от которых может его избавить только Господь. Он сам позаботился о том, чтобы себя защитить, окружить себя защитными стенами. Ограждая себя стенами, человек защищает себя и от каких-то неожиданностей, которые могут с ним случиться, и, естественно, от той помощи Божьей, которая может человека от этих неожиданно случившихся событий избавить, защитить, сохранить, обратить их во благо. Человек пытается в городе огородиться и от этого чувства полной зависимости от Бога. Поэтому, как правило, все народы, а это не один только израильский народ, но и в истории известны и другие народы, которые проводили определенный этап своей жизни, как вот такое священное странствие, они, как правило, всегда смотрят на города и тех, кто в нем обитают, как на своих религиозных противников, как на людей, которые живут и существуют в этом мире на абсолютно других основаниях, чем они. И поэтому глубоко не случайно, что Моисей приучает своих слушателей видеть в обитателях городов своих религиозных противников, своих врагов, потому что он ведет свой народ в землю обетованную, где их первой главной задачей станет как раз-таки уничтожение вот этих вот городов их противников, городов земли Хананской, с полным истреблением этих людей. Их надо было подготовить к этому, в общем-то, на самом деле, психологически непростому делу. Ну, в общем-то, это требует определенной мотивации, да, вот готовность людей уничтожать города полностью со всеми, кто там обитает, даже не беря себе практически никакой добычи в каких-то случаях. То есть они становятся именно религиозными, идеологическими противниками израильтян. Поэтому вполне, в общем-то, объяснимо, что Моисей как бы вот проводит вот эту параллель между Каином и его потомством, и именно Каина делает изобретателем и первым строителем городов. Первый богоборец, первый богопротивник выражает свое богоборчество и тем, что строит город, в котором пытается как бы защититься от Бога, защититься от его всемогущества и от тех сил, которые могут на него обрушиться. В городе он пытается получить вот это чувство защищенности. Поэтому это очень не случайный такой момент в Священном Писании, рассчитанный в том числе и на вот слушателей Моисея и на ту задачу, которую им предстоит выполнить и к которой они должны будут быть готовы. Но на самом деле вот в том, что Каин строит город и в действительности присутствует очень важный религиозный момент. Дело в том, что вообще касается строительства городов, на самом деле религиозное начало, религиозная причина имеет очень такое немаловажное значение. Есть разные взгляды вообще на процесс строительства городов. Например, в отношении древнегреческой истории там, как правило, одним из таких механизмов возникновения полисов греческих городов рассматривается так называемый процесс синаикизма, то есть такого как бы постепенного слияния нескольких небольших населенных пунктов в один большой, и таким образом возникает город. Но дело в том, что на Древнем Востоке, Ближнем Востоке, как раз-таки, по крайней мере, в древности вот синаикизм не имел места. Там город ставился именно как город, и главной причиной его строительства, как правило, это была причина культовая. Все города, будь то древнего Египта, колыбели религиозной цивилизации Северной Африки, будь то Шумер, будь то Древний Китай, там в основном города строятся как культовые центры. Кстати говоря, как и Древний Крит, вот этой вот Крита-Мекенской, Минойской цивилизации, которая тоже начинается с вот этих критских дворцов, которые на самом деле тоже имели значение в первую очередь таких культовых центров. Город строится именно как в первую очередь место какого-то культа. Строительство города начинается с храма. И в дальнейшем все вот это вот обрастание города какими-то жителями, оно вот как раз-таки совершается вокруг храма, вокруг культового центра. Ну, это, в общем-то, не редкости в нашей истории. Мы вот сейчас записываем это, находясь в Сергиевом Посаде, городом, который возник вокруг Троица Сергиевой Лавры, не сливаясь из каких-то нескольких деревенек, а именно благодаря тому, что первоначально в Диком лесу возник культовый центр, возник монастырь, который потом уже стал обстраиваться и какими-то гражданскими строениями, появились люди, которые пожелали жить рядом с вот этим религиозным центром. Нечто подобное происходило и на Древнем Востоке. Там тоже, так сказать, вокруг храма, храмовой корпорации происходило вот это вот выстраивание уже городской жизни. Это совершенно другой тип действительно религиозности. человек хочет сделать Бога ручным, хочет поставить Бога на свою службу. Строя ему святилище и поселяясь с этим святилищем, строя вокруг него город, человек как бы ставит Бога на службу себе и своему городу, так сказать, всей своей вот этой вот жизни. он это вот попытка великого, непостижимого, необъятного, непредсказуемого Бога уменьшить до размеров идола, которому можно служить, которому можно, так сказать, совершать какие-то религиозные обряды и манипуляции и получать таким образом от него определенные блага. В этом вообще суть и смысл всего вот этого древнего идола поклонства и нет никаких сомнений, что это именно тот тип религии, которому Каин тяготел изначально. То есть его попытка выстроить отношения с Богом, принося ему земные плода для того, чтобы он свою силу их умножил в ответ на эту жертву, это как раз таки то, что лежит в основе взаимоотношений человека, язычника с его богами. ему не нужен большой всемогущий непознаваемый необъемлемый разумом бог. Ему нужен такой бог, с которым он вступит в отношения такого духовного симбиоза. Поэтому совершенно не случайно вот этот путь, религиозный путь Каина привел его к идолопоклонству, выражением чего в том числе явилось строительства города. Города как такого культового религиозного центра, в котором Каин будет строить свои отношения со своим богом таким и таким образом, на которых они с ним договорятся, на которых они будут приносить друг другу взаимную выгоду. Каин будет приносить своему идолу, своему божеству, в который он вложит свое понимание бога отлично от того, от которого он отказался, совершив это убийство и потеряв гармонию этих отношений, а бог будет давать ему определенную защиту, умножать в нем вот те демонические агрессивные воинственные силы, которыми он и так уже обладает, и вот таким образом рождается на земле вот это идолопоклонство и так богоборчество Каина приводит его к появлению вот этих языческих религий и городов как таких вот, ну что ли, центров этой религии, первым из которых становится город Енох. Енох в переводе, кстати говоря, означает воспитанник, что говорит о том, что сын Каина был полностью воспитанником его отца и продолжил тот путь, который был его отцом заложен. Вот, ну, надо сказать, что действительно вот этот культовый характер городов Древнего Востока, он достаточно хорошо прослеживается в археологии. Очень нередко, кстати говоря, строительство городов сопровождается человеческими жертвоприношениями. Эта практика начинает встречаться еще с неолитосной, так называемой неолитической революцией. Вообще говоря, вот основные, что ли, такие достижения неолитической революции и последовавшей за ней бронзового и железного века, они вот так вот как бы кратко, эти достижения изложены в истории потомства Каина вместе с тем духовным регрессом, который на самом деле и совершался в этом потомстве. Итак, вот в этом языческом городе Еноха у Еноха рождается сын Ират. В славянском тексте не вполне правомочно его имя звучит как Гайдад, а Ират — это тоже имя, говорящие, которое можно перевести и как ревнующий о движении вниз, как бы, о падении. То есть Ират, он как бы умножил и увеличил то духовное падение, в котором пребывали его предки Каин и Енох. Ират, в свою очередь, родил Михеяэля. Михеяэль — это тоже такое говорящее слово, которое может быть переведено либо как «забывший Бога», либо как «забытый Богом» или «изглаженный Богом». Ну, то есть изглаженный из книги жизни, не находящийся в числе праведников, которых Господь печется и помнит их. Михеяэль, в свою очередь, родил Мафусава. Вот. И Мафусав — это тоже такое как бы имя говорящие, его можно перевести как «просящий о смерти». Вот здесь показана вот такая духовная деградация одними вот этими именами, которые совершились потом в томстве Каина через Зинох его достойного воспитанника, да и Рада ревнующего о, так сказать, дальнейшем падении и снисхождении вниз, так сказать, пропасти греха и духовного падения, так сказать, что приводит к рождению Михаэля, забытого Богом и забывшего Бога и его сына, состояние которого вполне передается его именем Мафусал, то есть просящий о смерти, молящий о смерти, то есть тут может это имя трактоваться не только, что он просит сам о своей смерти, но именно человек, жаждущий смерти других, что говорит о таком агрессивном характере потомства Каина. Ну и вот этот агрессивный характер, он еще очевиднее проявляет себя в уже таком проправнуке Каина в Ламехе. Ламех иногда переводят как такой слабый, трепещущий, но есть и другой вариант перевода этого имени, который означает «бронзовое копье», либо «человека с копьем», с бронзовым копьем. И это очень тоже примечательное и тоже о многом говорящие имя. И дальнейшая история Ламеха, она свидетельствуется уже такой своего рода вообще революцией, да, и новым этапом богоборчества которое Ламех, на которой решается Ламех. Да, и здесь говорится так, «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила». Ни о ком другом в Ветхом Завете до сих пор не говорится, как о человеке, который имеет двух жен. то есть Ламех это тот, кто впервые вводит в быт древнего человечества многоженство. О чем это говорит? Ну, почему вообще, говоря, многоженство не приветствуется сейчас и вообще как-то не принимается в Новом Завете, является грехом, является отступлением от Закона Божия. Потому что вот то состояние, которое выражено словами «познал Адам Еву», да, вот это познание другого человека, познание своей половины, да, это вот такой очень сокровенный момент, очень личностный, который требует такого личностного общения одной личности и другой. И в этом смысле это вот такой момент, подчеркивающий человеческую уникальность. Одна уникальная человеческая личность познает другую уникальную человеческую личность. А когда таких личностей две, три или больше, то вот этот момент уникальности он теряется, а вместе с ней и теряется восприятие мужчины или женщины как личности. Теряется вот это такое личностное начало. На женщину ну или на мужчину начинают смотреть как на средство достижения определенных целей, а не как на ту личность, которую тебе от Бога суждено и дано познавать как дар всю твою жизнь и земную и в общем-то вечную, если вы соединены узами освященного брака. И поэтому понимаете вот здесь то, что делает ламех, беря себя двух жен, он начинает смотреть на женщин как на средство увеличения своего земного могущества. Для чего ему нужно две жены? Для того, чтобы получить больше потомства. Для чего ему нужно больше потомства? Для того, чтобы стать сильнее других, для того, чтобы его род был сильнее, чем род других представителей человечества, которые уже на тот момент, по всей очевидности, стали распространяться по лицу земли. Поэтому Господь не приветствует многоженство, но поэтому многоженство встречается и в среде и праведников Ветхого Завета. Мы встречаем такое снисходительное отношение со стороны Бога к тому, что и праведники имеют более чем одну жену. Потому что, к сожалению, и праведникам тоже нужно умножать количество своего потомства, для того, чтобы противостоять этим агрессивным нападкам, агрессивным родам их противников, которые стремятся уничтожить их с лица этой земли. Поэтому вот таким образом нарушение, греховное нарушение в качестве акта богоборчества одним из потомков Каина привело к тому, что эта норма по необходимости была распространена и на других праведных представителей человечества как такая необходимость, но и все-таки новозаветная нравственность вернулась к первоначальному вот такому священному и более глубокому, возвышенному личностному отношению между мужчиной и женщиной, которое, конечно, предполагает союз именно двух, а не большего количества людей. когда женщина является не просто объектом для удовлетворения похоти и умножения потомства, укрепления своих позиций в этом мире, а именно как вот личность, с которой вместе совершается вот это великое дело богопознания. Итак, Ламех совершает первую такую богоборческую реформу, введя многоженство. Имя одной жены Ада, имя второй Цила. Ада родила Иавала, он был отец, живущий в шатрах со стадами. Очень быстро это богоборчество начинает приносить свои плоды. И вот уже в потомстве Каина рождается тот, кого можно назвать кочевником. Если народ Израиля в какой-то период своей жизни проводил образ жизни подобный же, проводил образ жизни вот в этом священном странстве, но это было таким явлением для него временным, явлением воспитательным, явление, которое не способствовало тому, что этот богоизбранный народ одичал, но наоборот укрепились его такие внутренние духовные связи с Богом. Но в случае как раз-таки такого кочевого потомства этого самого сына Ламеха и Увала это как раз-таки вот тоже такая определенная духовная деградация. То есть, как правило, люди, ведущие вот такой принципиально кочевой образ жизни, как мы знаем из истории, образуют вот такие, ну, как бы, в каком-то смысле группы асоциальные, направленные против всех остальных обществ и других обществ, которые ведут образ жизни отличный от их собственного. то есть, как правило, такие общества, которые кочуют со своими стадами и живут в шатрах, они, в общем-то, и беспокоили общество оседлое, так что даже, например, такой известный религиозный деятель, как Зараастра, Заратуштра, видел вот в этих кочевниках основное зло и основную угрозу любой цивилизации. Ну, действительно, очень нередко подобные племена наносили ущерб оседовым обществам своими постоянными набегами, налетами, грабежами, работорговлей, и слушателям Моисея, а мы, в общем-то, не забываем о необходимости порою для понимания текста становиться на их место, они с этим тоже успели столкнуться, и только лишь усиленная молитва Моисея, поддерживаемая в то время, как так сказать, его поддерживали, а Рон и Ор, его руки на молитве, поспособствовало тому, что их воинство под предводительством Иисуса Новина победило вот подобных кочевников амаликитян, амалика, с которыми им пришлось столкнуться в их странстве. Поэтому не случайно, что вот таких вот кочевников Моисей точно так же относит к числу потомков богоборца Каина в лице его правнуков, рожденных от Иавава. Но Ада родила еще и другого сына, имя брату его Иувал «Он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Тоже очень примечательный момент, свидетельствующий о таком определенном духовном регрессе потомства Каина. Дело в том, что музыкальные инструменты, которые неслучайно изобретают Иувал, они, во-первых, преследуют какую цель? Они должны восполнить в душах слушателей ту пустоту, которая в них образовалась вследствие утраты благодати. Ведь музыка отличается от пения, богослужебного пения тем, что музыка не передает смысла того глубокого возвышенного смысла, которое способно передать слово. Музыка передает только определенные эмоции, возбуждение, радость, печаль, скорбь, но это все такие бессловесные эмоциональные переживания. Очень интересно об этой разнице пишет Владимир Иванович Мартынов, наш замечательный композитор, в своей книге «История богослужебного пения», где он эту историю прослеживает от таких древних времен Каина и его потомства. То есть действительно изобретение музыки говорит о том, что духовное состояние потомства Каина требовало какой-то эмоциональной подпитки извне, которая бы заменила те духовные чисто переживания, которыми руководствовался Авель в своей богослужебной жизни, видимо, сопровождая своей жертвой каким-то пением, воспеванием, может быть, каких-то имени Божьего и проявлял таким образом какое-то свое богопознание. Музыка уводит человека от богопознания в сторону познания земли. Не всегда это однозначно плохо, не всегда это однозначно греховно, и мы сейчас не говорим о том, что музыка это какой-то такой вот грех, но, тем не менее, это свидетельство вот такого определенного духовного падения, которое совершилось в потомстве Каина. Более того, по всей вероятности, в потомстве Каина это музыкальное начало было поставлено на службу зародившимся среде представителей этой цивилизации язычеству и долопоклонству и сопровождало собой уже языческие, аргеостические служения, родения, которым предавался Каин и его потомство, помогая им прийти в то состояние эйфории, которое заменило для них духовное преображение вследствие возносимой Богу молитвы. Цила также родила Тувалкаина, который был кавачом всех орудий из меди и железа. Тувалкаин, который в славянском и греческом тексте называется просто фавелом или Тувалом, а добавлением Каин, так сказать, ну что ли, подчеркивается его принадлежность к роду Каина, также вот придает определенное значение смысловое вообще вот той цивилизации, которая была создана Каином и его потомками. Дело в том, что вообще, конечно, не случайно на кузнеца всегда смотрели, как на человека, связанного с нечистой силой. Само по себе изобретение кузнечного искусства воспринималось как дар богов, как внушение, которое было сообщено человеку нечистыми духами. Ну, действительно, довольно сложно себе представить, каким таким естественным логическим путем человек мог бы дойти до того, чтобы, ну, скажем, подвергать через термическую обработку и удары молота какую-то болотную грязюку или, так сказать, какие-то вкрапления в скалах превращать в орудие труда и войны. Неудивительно, что, в общем-то, само вот это появление кузнечного искусства воспринималось как нечто превышающее естественные возможности человека, его естественные способности. И поэтому кузнеца всегда подозревали в таком общении с силами из другого мира, которые вдохновили, научили его подобному делу. И очень нередко сами вот такие кузнецы, первые кузнецы, они обожествлялись. Вот, наверное, неудивительно, что само имя Тувалкаина звучит и наверняка звучало для греческого уха, как перелицовка известного латинского имени бога вулкана. А то Валкаин, Вулкан, мы слышим в этом какую-то внутреннюю перекличку. И вот это обожествление, ну или, по крайней мере, предание кузнецу каких-то магических сил, оно встречается и в финском эпосе Калевала, и в скандинавской религии, где Тор является таким богом, кузнецом, и на самом деле во множестве других религий или религиозных представлений, даже на уровне там, например, каких-то сказок, как, например, Волк и Семерокозлят, где кузнец, Волк бежит к кузнецу для того, чтобы кузнец сковал ему другой голос, да, то есть явно кузнец обладает не просто ремесленными возможностями, способностями, но и какой-то такой магией, которая позволяет ему изменять и сам голос вот этого волка, да, это все отголоски вот таких представлений о кузнеце, как о человеке, знающимися с нечистой силой. Ну, и по всей вероятности не случайно, что именно в потомстве Каина появляется такой человек, появляется кузнец, потому что, безусловно, это дает потомству Каина несомненное преимущество над другими, потому что орудия, изготовленные из бронзы, меди или железа, конечно, в битве намного более эффективны и разнообразны, может быть, чем оружие или орудия, изготовленные из камня. И это все как раз-таки тоже косвенные указатели и на языческий характер потомства Каина, и на его агрессивную настроенность по отношению к другим. И сестра Каина Наэма. Наэма вообще на самом деле переводится как прекрасная, причем именно прекрасная в таком земном отношении Наэма или Наама. Это не случайно многие из толкователей говорят о Наэме, это и сестре Тувалкаина, как на вот такую прародительницу женского обольщения и прародительницу ну вообще что называется древнейшей профессии такой вот и подобного рода занятий, которые также распространяются в потомстве Каина. Не лишний, кстати, упомянуть и о том, что вот это древнейшее занятие, оно могло служить в потомстве Каина также и культовым целям, потому что в древних обществах было очень распространено распространена вообще такая форма ну так сказать богослужения именно как храмовая проституция. и вообще древние богослужения нередко включали в себя такой аргеостический момент, во время которого происходило соединение совокупления участников этого родения, этого экстатического моления друг с другом как такого дела в общем-то полезного и угодного их божествам. Такое то, что называлось иерогамия священный божественный брак, во время которого они представляли собой вот силы божественные силы, которые таким образом стимулировались на благословение плодородных сил земли. Так что вот за этими краткими словами священного писания вырисовывается вот такая особая совершенно цивилизация, тот особый путь, религиозный, идеологический, особый уклад, которым пошло потомство Каина. И апофеозом вот этих достижений каинитского наследия является и вот образец того, появление того поэтического искусства, которое продемонстрировал Ламех, соединив его с еще одной богоборческой реформой, которую он привнес в общество каинитов. «И сказал Ламех женам своим, ада и цела, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне, если закаянно отмститься всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро». Ну, на самом деле в еврейском оригинале вот эта хвостливая речь Ламеха, она звучит как действительно настоящие стихи. Это первое, первый такой случай, да, в священном писании вот такой вот воспетой песни. она имеет такой и определенный размер и вот такое стихотворное именно устройство, конструкцию вот эти слова Ламеха. Это, может быть, не так чувствуется и не так прочитывается в нашем русском переводе, но изначально это именно песнь, которую воспевает Ламех, вероятно, потрясая копьем, изготовленным его сыном Тувалкаином, да, так сказать, и обращается он к своим женам именно как к тем, кто дал ему то могущество, как к тем, кто родил ему то потомство, благодаря которому он вот так вознесся и возвысился над остальными представителями рода человека, человеческого. Послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Ну, надо сказать, что толмудическая такая легенда здесь приводит объяснение этих слов о том, что якобы Ламех по неосторожности случайно убил Каина, который скрывался в каких-то там тростниках, поскольку бегал уже от людей в состоянии какого-то такого расстройства и безумия. И вот Ламех якобы случайно застрелил, а потом в досаде убил того отрока, который водил его и который не предупредил его о том, что Ламех по ошибке стреляет не в какое-то там живое существо, прячущееся в камышах а в Каина. Ну, это такая на самом деле талмудическая басня, о которой мы упоминаем только потому, что она иногда имеет какое-то распространение, как такое объяснение вот этой песни Ламеха. На самом же деле, обращаясь к опыту других толкователей, с которыми мы согласны, смысл этой песни совершенно иной. смысл сводится к такому самовосхвалению. То есть, Ламех не раскаивается в том, что он убил мужа и в язву себе и отрока в рану мне. Нет, он ставит это себе в достоинство. То есть, к этим язвам, к этим ранам он совершенно не чувствителен. Он готов совершать эти убийства и впредь. И если закон Божий, вот те, так сказать, неписанные правила, которые были даны Богом Каину и которые ограничивали мщение числом семи, то в своем превозношении и в состоянии своего такого опьянения своим земным могуществом Ламех расширяет границы этого убийства измщения до числа семидесяти семи. То есть, вообще до такого числа символического и по большому счету неограниченного ничем. Он исполненный ощущение собственных сил и собственного могущества угрожает всем другим тем, что за его жизнь отмщения будет составлять уже намного большее количество человек, чем просто какая-то такая внутрисемейная разборка. Он провозвещает время тотальных воинноистребления, когда руководимый им род будет беспощадно уничтожать, истреблять всех его противников за каждую рану, за каждую язву, за каждое убийство, которое будет нанесено представителю потомства Ламеха ему самому. То есть, вот это следующая такая беззаконная богоборческая своего рода реформа, которую хвастливо возвещает Ламех вслух своим женам, поскольку они являются такими свидетельницами его собственного домашнего закона, того, который он распространяет на свой род, на свою семью. Здесь, так сказать, показано уже до какой степени беззаконие, когда никакое уже слово Божие, никакое установление Божие не воспринимается как руководство потомством Каина, создающим свои правила и развивающим злобу, своего основателя, своего прародителя, до ничем неограниченных пределов, открыто заявляющим о том, что их целью является земное приспияние, которое не остановится ни перед чем, ни перед каким взаимодействием и пойдет по этому пути брата убийства, убийства себе подобных, чего бы ему это ни стоило, используя все свои силы и все свои достижения для того, чтобы осуществить эту цель. Ну и последними стихами этой четвертой главы мы опять возвращаемся к потомству Адама и познал Адам еще жену свою и она родила сына и нарекла ему имя Сиф, что означает замена, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каина. У Сифа также родился сын и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Почему здесь к этой четвертой главе относены эти два последних стиха для того, чтобы объяснить, на кого были направлены вот эти братоубийственные, человекоубийственные амбиции потомства Каина. Эти стихи объясняют нам то, что у Адама еще было потомство, были другие дети, и среди них в особенности отличается Сиф, который явился вот такой своего рода заменой Авелю, который продолжил религию, продолжил вот это дело Авеля в последующей жизни, благодаря чему Авель стал не последним представителем рода праведников на этой земле, но еще, так сказать, из этого рода Сифа, и произошел тот, кто тот, кто явится как раз таки воплощением библейского слова о том, что семя жены сотрет главу змея, явится Господь наш Иисус Христос, и что вот эта религия праведности, она будет сохранена в потомстве Сифа, о чем нам и говорит упоминание Еноса, в связи с тем, что тогда начали призывать имя Господа. Ну, безусловно, не с Еноса начинается линия праведников, а вот это выражение, что тогда начали призывать имя Господа, говорит, что подобно тому, как язычество и идолопоклонство в потомстве Каина оформилось в такую самостоятельную уже религию со своим культом и со своей идеологией, точно подобным же образом но в совершенно ином направлении шло вот это формирование религиозной жизни, обрядовой жизни и в потомстве праведного Сифа, у которого сохраняется вот это вот и формируется религия Авеля, религия праведности, религия праведных праотцов, что и выражается вот этими словами, что тогда начали призывать имя Господа. Вот такая духовная предыстория пришествия в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, вот история Каина и Авеля, которая духовно предопределила те события, которые произошли через много тысяч лет после того, о чем повествуется в 4 главе книги Бытия, но которые как бы читая ее, мы перебрасываем вот такой духовный, смысловой, богословский мостик между теми событиями, которые мы всегда вспоминаем на Страстной Седмице, вспоминаем в течение Пасхи Крестной, вспоминаем в связи с распятием Господа нашего Иисуса Христа и вот чествуем, так сказать, тот образ его далекого человеческого предка Авеля, который также за свою праведность, за свои добрые дела пострадал от ненависти тех, кто шел в этой жизни совершенно иным путем, путем земных стяжаний, путем развития земных преимуществ, которые к сожалению зачастую и чаще всего в человеческой истории приводят своих последователей и к богоборчеству, и к сатанизму, и к долопоклонству, к убийству себе подобных и более того к убийству, к Богу убийству, к убийству Бога человека, распятию Господа нашего Иисуса Христа. Паси Господи. На этом мы заканчиваем наши беседы о четвертой главе книги бытия, о Каине и Авеле и той истории, которая многократно, к сожалению, впоследствии повторялась в роде человеческом, в отдельных его представителях. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.